Добрый день, дорогие мои подписчики, а также гости моего канала. Вы меня часто спрашиваете, чем можно заменить сливочный сыр, потому что в ваших магазинах он не всегда бывает или вообще его не бывает. Сливочный сыр можно приготовить очень легко самим. Поэтому сегодня мы с вами приготовим сыр Филадельфия. В одном из следующих видео я сделаю сыр маскарпоне, и потом еще один сделаю тоже очень вкусный сливочный сыр. Если вам это интересно, оставайтесь со мной до конца видео, и давайте приготовим его вместе с вами. Для сыра Филадельфия мне понадобится сметана, самая жирная, у нас 25%, натуральный йогурт, лимонный сок и соль. Количество, которое я буду добавлять, я все укажу под видео. Я беру такую мисочку, выкладываю сметану. У меня в каждой баночке по 400 грамм сметаны. Вот я ее все буду выкладывать. И сюда же выкладываем наш йогурт. И теперь добавляем соль и лимонную кислоту. Добавляйте по вкусу. Я пока соль добавлю, чайную ложку и посмотрю на это количество. И добавлю лимонного сока тоже, чайную ложку. Если будет мало, сейчас я размешаю, будет мало, добавлю еще. В общем, на это количество кисломолочных продуктов я добавила полторы чайной ложки соли и чайную ложку лимонного сока. Дальше мы берем ситечко, выкладываем сюда марлю. Я выложила марлю в 4 слоя. И выливаем нашу заготовочку. Сейчас мы заворачиваем эту марлечку, как бы завязываем ее так, скручиваем. Сверху ставим тарелочку. И сверху какой-нибудь гнет. У меня вот такая вот тяжелая штучка, когда орехи молоть. И отправляем на сутки в холодильник. И пускай наша лишняя жидкость стекает отсюда. Ну вот, прошла ночь. Посмотрите, сколько здесь жидкости вытекло. Я потом взвешу, сколько у меня получается готового продукта. Сейчас будем вытаскивать нашу Филадельфию. Сейчас я буду тарелочкой, чтобы куда-то выложить. Перекладываем отсюда. Вот посмотрите, вот такая вот Филадельфия у нас получилась. Можете использовать ее в выпечке какой-нибудь, намазывать на хлебушек можете, куда угодно. Я буду делать с лавашом, я буду намазывать на лаваш и делать закуску. Сейчас я взгляжу и посмотрю, сколько это получилось по весу. Вот я сделала коррекцию посуды. Сейчас ставлю. И получилось у меня 600 грамм. В общем, у меня было кисломолочного продукта 1,5 кг. 2 банки сметаны по 400 грамм и 350 грамм йогурта. Всего 150 получается. Из 1,5 кг у меня получилось 600 грамм чисто Филадельфия. Очень вкусная, солененькая. Кислинка легкая присутствует. Сюда можно добавить зелени. В общем, можете сделать все, что хотите. Можете в корзиночки добавить и положить сверху, например, икру там или лососинку положить. В общем, на что у вас фантазии хватает. Ну вот, дорогие друзья, наш сливочный сыр Филадельфия готов. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А я с вами прощаюсь и увидимся всегда с вами в следующем видео. До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok